о море это я от вышел из дома пытаться перейти наверно бесполезно он она ходит волнами я иду оттуда как аду вот сюда вот вот такая вот хрена тень это в добавлении той серии к солнечным ливень всю ночь шел и продолжается пока вот они все деньги в распил набережная что-то там копать а то что во дворах творится что нет нормальной ливневки что нет нормальных дорожек чтобы перейти по хиру что все заливает для похеру абсолютно что асфальта нет даже нормально блин там сральник это так страна где незнакомый с нивелиром где выровнять под определенным углом детская по-другому не скажешь канаву прорыть для того чтобы вода по ней утекала куда-то высшее инженерное достижение мозгов вот я зашел в тупик опять ой это нескончаемо уродство русская на российская денег перехерачили двор причем они положили асфальт и вот это вот ублюдочничество кругом в любом городе россии точно так же но осень пришла сезон тайфунов сезон дождей поэтому так грустно что такое канава для воды не знаем блин той же японии канава глубиной по 4 по 5 метров прорыты потому что ливень тэфун чтоб стекала стоял тут бесполезно при этом болото сама как бы грунт подразумевает что он плохо забирает ирригация сама по себе нужна так еще и ветер сейчас я дойду где кончится асфальт начнется грязюка при этом смешно так выстроены дворы что йоу в никуда ведут херак заброшенный пустырь какой-то грязюка не пройти нет все там песец там блять море ну можно не материться было бы но это же там вот тоже самое все даже дом не обойти ой я вот 4 минуты там где можно за полторы минуты пройти было бы если было нормально тема конечно можно болотники одеть и в болотниках херачит по бездорожью за это эти суки заставляют платить за капитальный ремонт я не плачу еще там подборы всякие то есть за отсутствие всякой инфраструктуры за дома вот эти дома семидесятых годов постройки двадцатого века старье за это они взимают какие-то сумасшедшие деньги твари за дома которые уже сто раз окупились которые уже в пору сносить строить новые потому что они не соответствуют как бы не электросеть у них не канализация потребности ни хера в городе никакого жилищного строительства нет вообще но так себе построили были у меня сюжет вот этот мудак едет даже не сбавляя скорости по двору обливая всех водой и джипы блять и джипы на последнее сухое место это я все пытаюсь выбраться к автобусной блин остановки это не самый большой цикл он кстати воды еще не так много бывает больше вот почти я пришел к остановке осталось мне еще участок преодолеть так ноги уже мокрые вот это вот угребишь наступит ржавая покосит вся вся крыша лет пятнадцать она уже так опять тут лужа а здесь асфальт не нужен вроде улица на херу обойдетесь без асфальта там тоже в чем это не первым лет сколько я жил тут начале девяносто восьмом я квартиру купил там куда иду так и не было в дороге волны были постоянно на работу на обед на телестудию ходил из телестудии вечером на вечные проблемы один раз дождет как-то ночью ногу сломал он сломал трещина была попал в яму по темноте потому что не фонарей ни хрена нету такую неровно стопа треснула выбрался о какие какие волны какие волны ну пойду еще сниму волны красивые она не стекает даже сейчас будет подыматься подыматься еще сутки обещать ливня такого потом пауза потом еще один секунду город юности дальний восток путинская россия вот они какие-то помпы включили это наверно сбербанк с подвалом откачивать куда откачивать непонятно вообще такой идиотизм полнейший то есть вот сама идиотичность ситуации это две помпы что они качают откуда вот такая вот фигня дальний восток обычная жизнь я не знаю 其實 вагон больше вагон только и но ты это было